Будьте здоровы, живите долго, радуйте нас. Приятно слушать. Очень даже приятно. Это неожиданно. В преддверии Дня России Екатеринбургское отделение партии «Яблоко» поздравило ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Мы решили поздравить ветеранов в честь наступающего Дня России. Завтра праздник. Ветеранов у нас осталось около 60 человек. То есть мы за один день не объедем, сегодня, завтра будем поздравлять, дарить подарки, желать здоровья, долголетия. К сожалению, ветеранов войны становится все меньше. Если год назад в Верхъесецком районе Екатеринбурга проживало 72 участника войны, то сейчас их осталось лишь 56 человек. Николай Сысков во время войны получил ранения, однако бодрости духа не потерял и по сей день. Чувствуется, что внимания со стороны общества ему не хватает. День России – новый для россиян праздник, поэтому для ветеранов визит «Яблоко» во многом стал приятным сюрпризом. Ну, конечно, приятно, иначе как же, любое посещение приятно. Хорошим словом вспоминают и Максима Петлина, который до недавнего времени руководил Свердовским отделением партии. Как вообще ветераны к Петлину относятся? Очень хорошо. Вы знаете, все очень жалеют. Вот сколько я бы ни разговаривала с ним, всегда его поддерживаю. Всегда поддерживаю. Ну вот и я его всегда поддерживала. Любой момент. Мы всегда с ним созванивались и всегда шли друг к другу на встречу. Я с ветеранами связывалась, мы подготовили их и с ним поздравляли. И каждый ветеран прямо, знаете, с таким вот чувством уважения относился к нему. Подобные акции партия «Яблок» организуют регулярно. И, как заверил Сергей Тюриков, работа с ветеранами и дальше будет проводиться на постоянной основе. Алексей Николаев, Водимир Махмутов, Интернет-ТВ.